Путешествие в поисках ответов Как образовалась Вселенная? Какую роль играют в ней люди? Одиноки ли мы? Или есть жизнь и на других планетах? Вид бесконечно глубокого неба всегда бередил душу человека, поднимая фундаментальные вопросы бытия Что удерживают звезды и планеты на орбитах? Какие законы управляют их шествием? Было ли случайностью их возникновение? Или же существует высший разум? Сегодня мы знаем о Вселенной больше, чем когда-либо Но какие ответы мы можем дать на эти вопросы? Наша восхитительная Вселенная Профессор Барбара Дроссель преподает теоретическую физику в техническом университете города Дармштадт Уже с ранних лет она начала задаваться вопросами об устройстве Вселенной Наше желание опознать Вселенную Проистекает из сути самого человека, нашего разума В нас заложена способность думать о таких вещах Ученые наблюдают, анализируют, строят теории и проверяют их на основании новых наблюдений Телескопы позволяют нам видеть дальше Они дают возможность увидеть галактики, расположенные на расстоянии многих световых лет от нас Ученые говорят, что в нашей галактике около 100 миллиардов звезд А во всей Вселенной более 100 миллиардов галактик Телескопы, например, телескоп Хаббл, дают картинку, которая просто изумляет Это так называемая галактика-водоворот, расположенная от нас на расстоянии в 31 миллион световых лет Ее центром является черная дыра, которая притягивает к себе звезды и поглощает их Галактика-колесо Телеги не намного больше, чем наша собственная галактика Млечный Путь Ее наибольший размер — 120 тысяч световых лет А расположена она на расстоянии 600 миллионов световых лет от нас В 62 миллионах световых лет мы наблюдаем столкновение космического масштаба Две галактики притягиваются гравитационными силами После этого столкновения обе они превратятся в одно Это модель нашей собственной галактики, которую называют Млечный Путь От одного ее конца до другого свет путешествует 100 тысяч лет От черной дыры, расположенной в центре, отходят два больших закрученных спиралевидных рукава Наше Солнце расположено на расстоянии 20 тысяч световых лет от центра галактики Содержащим мало звезд в боковом рукаве Это местоположение является идеальным для наблюдения Вселенной и звезд за пределами нашей галактики Крабовидная туманность находится на расстоянии 6,5 тысяч световых лет от Земли Она возникла в результате взрыва сверхновой звезды Остатки этой сверхновой и являются строительными элементами для нового поколения звезд В 2002 году в созвездии Единорога была обнаружена новая звезда, в полторы тысячи раз большее нашего Солнца Ее светимость аномальна и в своем максимуме более чем в один миллион раз превышает светимость нашего Солнца Мы изучаем Вселенную с помощью все более мощных телескопов Чем больше мы узнаем, тем сильнее мы хотим проникнуть еще дальше Что же влечет нас? Мы хотим знать, кто мы И, конечно же, для самоидентификации человека нам нужно знать его происхождение Кажется, словно в нас заложено нечто такое, что заставляет задавать эти вопросы В самой сути человека есть некое основополагающее чувство желания знать ответ на них Мы чувствуем, что должно быть что-то еще, что-то в глубине И потому мы стараемся докопаться до этого Мы хотим получить ответы на вопросы именно потому, что мы люди И самый главный вопрос – а есть ли вообще ответ? Алистер Макград, профессор Королевского колледжа Лондона Студентом он специализировался в области математики, физики и химии Во время работы над своей диссертацией по молекулярной биофизике он параллельно изучал теологию Вселенная для него восхитительна В течение долгих лет он размышлял над вопросом смысла существования человека во Вселенной Вы не найдете ответ на этот вопрос, только лишь слегка приоткрыв покров реальности Нужно идти глубже Вы не можете просто посмотреть на природу вокруг и сказать Вот все ответы на мои вопросы Вы должны снимать слой за слоем, продвигаясь все дальше и дальше Именно потому важно не просто стоять на каких-то упрощенных позициях Но глубоко размышлять о том, что же мы видим Уже в древности философы развили ряд идей о структуре Вселенной Финикийцы и греки уже в 600 году до нашей эры пришли к выводу, что Земля не может быть плоской Хотя этот взгляд часто приписывают античному миру Еще древние греки знали, что Земля имеет форму шара У думающих людей всегда были веские основания полагать, что Земля не плоская Например, во время лунного затмения Земля отбрасывает тень на Луну И эта тень изогнутая Потому был сделан вывод, что Земля имеет форму шара Или тот факт, что во время летнего солнцестояния Солнце находится под разным углом к горизонту в Египте и Греции Это было известно уже тогда И благодаря этому факту древние пришли не только к сферической форме Земли Но и даже оценили радиус ее окружности Клавдий Птолемей жил в Египте во втором столетии до нашей эры Он был математиком и астрономом Птолемей был убежден, что Земля находится в центре Вселенной А все планеты и звезды вращаются вокруг нее Эта система, получившая также название геоцентрической Составляла основу мировоззрения человечества во времена Средних веков В середине 16-го столетия Это, казалось, незыблемое представление Было поколеблено трудами Николая Коперника Который показал, что движение небесных тел описывается намного точнее Если предположить, что в центре Вселенной находится не Земля, а Солнце Так родилась геоцентрическая модель Первая научная революция, произведенная Коперником, изменила взгляды людей на Вселенную Ранее считалось, согласно Аристотелю и Птолемею, что Земля находится в центре мира И все вращается вокруг нее Коперник поколебал эту точку зрения Когда Коперник предположил, что центром Вселенной является не Земля И что все планеты вращаются вокруг Солнца Это стало настоящей революцией И это же стало отправной точкой развития современной науки Немец Иоганн Кеплер в начале 17 века представил существенное доказательство правоты гелиоцентрической модели мира Он был математиком и придворным астрономом А сегодня считается одним из основателей современной науки Проведенный им детальный анализ движения планет Привел его к открытию эллиптических орбит движения последних вокруг Солнца Многие из его современников не желали признавать его открытие Поскольку они не соответствовали научным, философским и теологическим убеждениям того времени Также нужно упомянуть итальянского ученого Галилео Галилея Который вел постоянную переписку с Кеплером И смог представить убедительное доказательство верности гелиоцентрической модели Он использовал телескоп для наблюдений и стал первооткрывателем спутников Юпитера Галилео не избегал конфликтов и стычек со своими светскими и церковными оппонентами Для которых Земля оставалась центром мироздания Это и привело к суду над ним Этот пример иллюстрирует, насколько же подвержены научные исследования воздействию общепринятых взглядов Большинство ученых того времени вовсе не считали наблюдения Галилея справедливыми и объективными Процесс по делу Галилея, состоявшийся в 30-х годах 17-го столетия Показывает нам, что даже через 100 лет Новая гелиоцентрическая модель мира не получила признания Столь длинный период времени только подтверждает ту мысль Что старые взгляды глубоко пускают корни в сознании людей Так что они находят тысячу причин, почему им нужно в них продолжать верить Галилею было чрезвычайно сложно насадить новое мировоззрение Принять то, что не Земля, а именно Солнце является центром Требовало кардинальных перемен в сознании мира человека Бросить вызов общественному мнению и пойти наперекор господствующим взглядам Это всегда сложный и рискованный процесс Даже сегодня с одни Кеплера и Галилея модель Вселенной продолжает меняться и уточняться Профессор Арнольд Бенц преподает астрофизику в Высшей технической школе Цюриха Исследованию динамических процессов во время формирования звезд и планет он посвятил многие годы Сегодня эволюция взглядов на структуру Вселенной достигла нового этапа В прошлом люди говорили о геоцентрической модели Вселенной Потом говорили о геоцентрической Сегодня мы доподлинно знаем, что Солнце не является центром Но само вращается относительно центра нашей галактики В то же время центр нашей галактики тоже не является абсолютным Получается, что центра нет Вселенная расширяется и у нее нет центра Наблюдения астрономов постоянно подвергают сомнению принятый ныне взгляд на нашу Вселенную и роль человечества Несмотря на то, что астрономия — это необычная наука В этой научной дисциплине нет контролируемых экспериментальных условий Которые можно, к примеру, создать в лаборатории Ученые вынуждены опираться лишь на точность наблюдений объектов в космическом пространстве Эти наблюдения — словно кусочки мозаики, которые нужно проанализировать, разбить по категориям и интерпретировать Уже основываясь на этом, выдвигаются теории, правдоподобность которых проверяется путем новых наблюдений Астрономия — это наука, основанная на наблюдениях, а потому отличается от обычной физики Объекты ее исследования удалены в пространстве Для того, чтобы их изучать, нам нужно собрать различные данные, исходя из наблюдений за ними Это означает, что мы можем их только наблюдать, а выводы делать только на основании этих наблюдений Именно потому выводы астрономов никогда не достигают уровня достоверности выводов лабораторной физики Когда появляются новые данные, которые не укладываются в рамки теории, нам нужно пересматривать всю модель Ученые наблюдают Вселенную И на этом основании разрабатывают математические модели Затем, при помощи компьютерной симуляции, они сравнивают получаемые результаты с наблюдаемыми и могут их интерпретировать При этом наблюдения являются фактом Это то, что можно измерить Это объективно и должно повторяться Отсюда вы уже можете сделать вывод, что объяснение результатов наблюдений может быть и неверным А это значит, что неверной может быть и вся теория Это касается любой теории Любой Какие возможности есть у нас на сегодняшний день для исследования Вселенной? Как мы получаем данные о нашей солнечной системе и объектами за ее пределами? Высадка людей на Луну – это самое дальнее путешествие человека Там были взяты пробы грунта, которые были отправлены на Землю для их дальнейшего изучения В 1977 год Для исследования отдаленных частей Солнечной системы американцы запускают зонд «Вояджер-1» Вскоре за ним последовал и «Вояджер-2» За время их путешествия ученые получили массу удивительных снимков и данных таких планет, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун Более того, у этих планет были открыты несколько неизвестных ранее спутников В конце концов, оба зонда покинули пределы нашей Солнечной системы Сегодня они находятся на расстоянии более 14 миллиардов километров от Земли Большой шаг был сделан и в развитии телескопов К примеру, космический телескоп «Хаббл», находящийся на высоте 575 километров Позволяет ученым заглянуть в глубины космоса При этом на качество наблюдений не влияют возмущения атмосферы Земли Как это бывает при обычном наблюдении с поверхности Эти фотографии, сделанные в видимом спектре, проливают свет на формирование и уничтожение галактик Но даже в обсерваториях, расположенных на поверхности Земли, ученые с помощью радиотелескопов и используя новейшие методы, могут сканировать небо и получать информацию о Вселенной Каждая планета в Солнечной системе, каждая звезда, каждая галактика испускают характерные радиосигналы Изучая которые, можно получить новые данные, касающиеся движения небесных тел Питер Хегеле В прошлом профессор кафедры прикладной физики университета города Ульм Он также занимался вопросами образования и эволюции Вселенной Сегодня он на пенсии, но наблюдение за небом все еще изумляет его Мы можем заглянуть почти до бесконечности В хорошую погоду можно даже невооруженным глазом увидеть туманность Андромеды Которая находится на расстоянии около 2,2 миллиона световых лет от нас Это значит, что свет, который за секунду 7,5 раз может облететь вокруг земного шара Идет от этой галактики к нам 2 с лишним миллиона лет Такое долгое время путешествия света не дает возможности астрономам определить, что же происходит с объектом наблюдения прямо сейчас Тем не менее, математические модели дают понимание жизненного цикла звезд и галактик Доктор Джон Ленокс, профессор математики в Оксфорде Долгие годы он с интересом изучал Вселенную, часто наблюдая звездное небо Будучи математиком, он прекрасно осознает, что может делать лишь осторожные утверждения в области астрономии В естественных науках вы не можете ничего утверждать только исходя из математики Все доказательства, которые я могу привести, есть только в области чистой математики Где действуют только принятые правила логики И где вы задаете себе вопрос Что я могу получить из этого набора аксиом? В естественных же науках мерилом всего является экспериментальное доказательство Последнее можно выразить математической формулой Но тот факт, что поведение небесных тел описывается математическими законами В свое время сильно удивило профессора Джона Силенокса Как математика, меня поражает один факт Тот же самый, что поразил в свое время Эйнштейна Мы можем описать Вселенную в терминах математики Эйнштейн был достаточно умен, чтобы осознать это Так что он однажды даже сказал Самая непостижимая вещь в этой Вселенной Это то, что она постижима Фактически, она постижима с помощью математики Возможность математического описания астрономических наблюдений Позволяет ученым делать утверждения касательно прошлого и будущего Вселенной То есть мы можем представить исчерпывающую модель истории ее развития Вплоть до 20 века ученые считали Вселенную вечной Но серия открытий опровергла эту концепцию В прошлом люди были склонны считать, что Вселенная была всегда А следовательно, здесь не нужно делать никаких пояснений Но за последние сто лет мы пришли к выводу, что Вселенная имела начало И это одно из самых грандиозных открытий современной науки И один из самых больших вопросов Если Вселенная имела начало, откуда она взялась? Это одна из самых величайших загадок мира Загадка, которая привлекает к себе внимание ученых, философов и теологов Как и в дни Коперника, господствующие взгляды были поколеблены Вселенная не существовала всегда Но у нее было начало В этой точке она представляла собой крошечный объем Затем в какой-то момент началось ее расширение с громадной скоростью Словно произошел взрыв Так появилась теория Большого взрыва Которую первоначально большинство ученых восприняли в штыки Это было в 60-х годах Я хорошо помню это время Начали появляться неопровержимые доказательства того Что все началось с Большого взрыва Доказательствами тому были реликтовое излучение Красное смещение и другие подобные факты Но самым интересным было то, какое сопротивление встретила новая теория Идея, что Вселенная не статична и не бесконечна во времени, но расширяется В самом начале встретилось сильное неприятие в научных кругах Потому что если она расширяется, это значит, что у нее было начало И в начале она была очень мала А это уже похоже на сотворение Думаю, именно по этой причине многие ученые забраковали эту идею Весомый аргумент в пользу расширяющейся Вселенной Предоставил среди прочих прославленный астроном Эдвин Хаббл в 1929 году Тогда он работал в одной из крупнейших обсерваторий Обсерватории Маунт-Вилсон возле Лос-Анджелеса Он изучал цвет удаленных галактик И измерял, как меняется в пространстве их положение Делается это посредством спектроскопии Используя методы спектральной хроматографии Которая дает скорость удаленного объекта Он открыл, что все галактики удаляются от нас Этому открытию меньше ста лет Тогда, в 1929 году, это наблюдение изменило понимание многих процессов в астрономии Каким же образом Хаббл получил информацию о расстояниях между галактиками? При расширении Вселенной расстояние между галактиками изменяется, а конкретно они удаляются друг от друга Это приводит к тому, что свет от них сдвигается в длинноволновую область спектра Это называется эффект Доплера Пример из области акустики Если объект от вас удаляется, звук от него становится ниже То есть звук, удаляющийся от вас сирены, будет звучать ниже, чем при ее приближении Свет ведет себя подобным же образом Если галактика удаляется от нас, длина волны ее света смещается в красную область спектра Этот эффект называется красное смещение И его используют для определения расстояния между галактиками Поскольку известно, что чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется И тем больше величина ее красного смещения В конце концов, на основании множества новых доказательств Ученые убедились, что Вселенная когда-то возникла Но, как это часто бывает в науке, полученный ответ породил новую серию вопросов Теория Большого Взрыва ничего не говорит о происхождении Вселенной Она говорит только о первоначальном состоянии При этом мы фактически ничего не знаем о том, как же это состояние возникло Существует несколько теорий, которые пытаются ответить на этот вопрос Что же было до Большого Взрыва? К примеру, есть теория, которая говорит о наличии квантового поля Которая и стала причиной квази-взрыва Но это только догадки, и на этот счет есть масса теорий А правда в том, что мы не можем проверить их достоверность экспериментальным путем Очевидно, что Вселенная, возникнув однажды, расширяется со всевозрастающей скоростью К такому выводу можно прийти, наблюдая за взрывами в двойных звездных системах Так называемых сверхновых типа 1А Это открытие в 2011 году было удостоено Нобелевской премии по физике Но тем не менее вопрос остается Что же вызвало возникновение Вселенной? Я думаю, что идеи, зародившейся Вселенной, имеют первостепенную важность Поскольку приводят, в свою очередь, к серии основополагающих вопросов Например, откуда взялась Вселенная? Почему она имеет именно такие свойства? И если эти свойства настолько связаны с происхождением жизни Не было ли это зарождение жизни заранее спланированным? Потому лично меня большой взрыв Идея взрыва космических масштабов, который стал началом Вселенной Приводит к глубоким метафизическим вопросам Вопросам, на которые наука дать ответ не может Но которые очень важны для нас И на которые мы хотим знать ответы На эти глубокие вопросы о происхождении и значении Вселенной Астрофизика не может дать ответа Но благодаря ей мы знаем, что ни Земля, ни Солнце Не являются центром Вселенной И что Вселенная расширяется из бесконечно малого первоначального объема Эти революционные открытия о природе Вселенной В 70-е годы были дополнены новыми удивительными фактами Проливающими свет на особый статус Земли во Вселенной За последние несколько десятков лет Ученые пришли к выводу Что для существования жизни во Вселенной Необходимо удовлетворить целому ряду параметров С очень жестким допуском Например, должно быть строго определенным отношение между фундаментальными силами Иначе Вселенная после Большого взрыва будет расширяться слишком быстро А следовательно, из-за этого никогда не смогут сформироваться звезды В другом же случае, если Вселенная будет быстро сокращаться Для образования звезд и галактик будет слишком мало времени Это утверждение можно продемонстрировать на примере шарика, парящего в воздушном потоке Если поток воздуха будет слаб, шарик упадет вниз Если слишком силен, улетит вверх И точно так же, как вес шарика Для того, чтобы последний не перемещался Должен в точности уравновешиваться силой воздушного потока Точно так же должны быть уравновешены и фундаментальные силы во Вселенной Это базовая предпосылка для существования жизни Должен быть, например, тончайший баланс между силой гравитации и силой, расширяющей нашу Вселенную Конечно, нам хорошо известно, что гравитация приводит к взаимному притяжению двух тел И что это приводит к уплотнению материи Но мы мало что знаем о силе, которая привела Вселенную в движение Говоря о Большом взрыве, мы можем строить только предположения Но одно можно утверждать с уверенностью Эти две силы сбалансированы настолько хорошо, что наша Вселенная смогла развиться так, как должна И в ней смогла возникнуть жизнь Насколько выверен баланс между этими двумя силами? Насколько устойчива Вселенная к их колебаниям, чтобы после этих колебаний мы с вами все еще смогли существовать? Это согласование оценивается с точностью 1 к 10 в 60 степени Это 1 с 60 нулями Это тяжело представить Для сравнения, точно такую же вероятность имеет ситуация, когда я на краю Вселенной ставлю монетку И отсюда, с Земли, попадаю в нее из сверхмощной винтовки Это очень малая вероятность И это именно 10 в минус 60 степени Именно такая точность настройки нужна для того, чтобы с одной стороны Вселенная расширялась А с другой, чтобы могли образовываться скопления галактик, звезды и планеты Сегодня мы точно знаем, что Вселенная как целая со всеми ее фундаментальными взаимодействиями Устроена таким образом, чтобы в ней могла возникнуть жизнь Если изменить какую-то из фундаментальных констант Все разлетится или вообще не сможет существовать А это означает, что не существовало бы ни звезд, ни галактик, ни межзвездной пыли Жизнь не смогла бы существовать Мы привыкли, что природа устойчива к внешним воздействиям На Земле мы можем себе позволить загрязнение окружающей среды, которое, правда, нужно потом прекратить Но в случае со Вселенной это не так Если мы изменим один какой-то параметр, эта штука со Вселенной не пройдет Эту ситуацию можно сравнить с открытием сейфа Это нам удастся только если мы правильно подберем все числа кода То же справедливо и для фундаментальных сил Вселенной Они должны быть в достаточно узком диапазоне, как сейчас Для того, чтобы смогла зародиться органическая жизнь И здесь ученые единогласны Но даже более того Вопрос происхождения Солнечной системы и планеты с пригодными для возникновения жизни условиями требует еще больших ограничений Нам нужна галактика с определенным распределением масс При этом Солнце не должно быть расположено ни слишком близко, ни слишком далеко И все это должно быть выполнено во Вселенной, в которой вообще возможно существование галактик Все остальные галактики должны быть достаточно далеко, чтобы избежать столкновений По крайней мере сейчас И только это приведет к возможности образования Солнца Которое будет долговременным источником энергии для нас, чтобы мы могли жить на Земле И чтобы жизнь могла поддерживаться на протяжении длительного времени Конечно, если она вообще будет так долго существовать Альфред Краббе, профессор планетной астрономии и внеземной аэронавтики Штутгартского университета В астрофизике он уже многие годы Среди прочих он работает и с НАСА Его увлечение астрофизикой привело его к очень интересному представлению о планете Земля Земля — очень специфическое место Я понял это впервые, когда увидел фотографии Земли из космоса, сделанные во время высадки на Луну Земля голубая и окружена белыми облаками Другие планеты в Солнечной системе выглядят совсем иначе Они сильно отличаются Когда видишь эти отличия, начинаешь понимать, почему наша Земля обитаема И тогда понимаешь, насколько же важно правильное расстояние до Солнца, наличие воды и правильный состав атмосферы Земля поддерживает жизнь самым лучшим образом Для поддержания жизни человека на Земле необходимо удовлетворить ряду факторов Например, должно быть правильное расстояние до Солнца Солнце является источником энергии, света и тепла Известно, что его размеры и расстояние от Земли имеют решающее значение для существования органической жизни Для жизни на Земле, естественно, важно Солнце Оно дает нам энергию Земля — открытая система Мы бесплатно получаем энергию от Солнца И это поддерживает на Земле теплый климат И создает условия для протекания длительных во времени биофизических процессов Если выключить Солнце, то уже через 8 минут мы окажемся в кромешной тьме А еще через 3 дня За окном будет минус 150 градусов по Цельсию И всякая жизнь на Земле исчезнет, как только все леса будут вырублены и сожжены Без Солнца мы очень быстро исчезнем Звучит немного ужасно, но так оно и есть В масштабах Млечного Пути наше Солнце всего лишь карликовая звезда Но все жизненные процессы на поверхности Земли напрямую зависят от солнечной энергии Всего за одну секунду Солнце испускает в космическое пространство столько энергии, сколько все человечество смогло бы потребить за несколько сотен тысяч лет И не только это Для жизни на Земле мощность Солнца должна оставаться достаточно постоянной Солнце на 99,9% определяет климат нашей планеты Солнце не должно менять мощность своего излучения Если Солнце неожиданно нагреется на 200 градусов, мы начнем потеть А если остынет, замерзать Следовательно, очень важно, чтобы Солнце отдавало постоянное количество энергии в течение долгого времени Компьютерная симуляция показывает, что оно дает нам одно и то же количество энергии на протяжении уже достаточно длительного периода времени И это очень хорошо для нас На существование жизни на Земле оказывает влияние не только мощность солнечного излучения, но также и расстояние от Солнца до Земли Если Земля была бы ближе к Солнцу, климат на ней был бы как на Венере Водяной пар, который немного легче углекислого газа, оказался бы в верхних слоях атмосферы Где вода под действием ультрафиолетового излучения разложилась бы и улетучилась На Венере нет воды, и на ней враждебная для жизни атмосфера Планета Венера необитаема Температура на ней достигает 500 градусов по шкале Цельсия Она ближе к Солнцу, чем Земля На Марсе слишком холодно Когда вода находится в замерзшем состоянии, как на Марсе, жизнь, вероятно, невозможна Так что Марс тоже не пригоден для жизни Температура там в среднем минус 55 градусов по шкале Цельсия Для того, чтобы там могли обитать люди, нужна другая атмосфера Земля должна быть на вполне определенном расстоянии от Солнца, дабы она была пригодна для жизни Только это позволит воде быть в жидком состоянии Если бы Земля была ближе к Солнцу, на ее поверхности была бы слишком высокая температура, так что океаны испарились бы А для жизни на Земле они играют как раз очень важное значение Жизнь может существовать только при наличии воды Если бы расстояние от Земли до Солнца было слишком большим, вода бы замерзла И опять-таки на Земле не было бы жизни, использующей воду 70% поверхности Земли покрыта водой Вода регулирует температуру на Земле, аккумулируя тепло Вода — это главный растворитель, который позволяет переносить необходимые для жизни химические элементы Жизнь может быть только там, где есть жидкая вода Вода — это жидкость, на которой основано существование жизни Существенная часть нашего тела — это вода В любой биологической клетке мы находим воду, наряду с различными биомолекулами У воды есть целый ряд важных свойств, которые дают возможность существовать жизнью на Земле Человек может жить на Земле только в том случае, если ее орбита лежит в строго определенных пределах Малейшие отклонения от этого могут привести к катастрофическим для человека последствиям Еще одним важным фактором, влияющим на пригодность для жизни нашей планеты, являются угол наклона ее оси вращения Отличительной чертой Земли является угол наклона ее оси в 23 градуса Именно этот угол делает возможным лето в северном полушарии, когда Солнце интенсивно освещает его После полуоборота Солнце сильнее освещает южное полушарие, и уже там наступает лето Если бы это было не так, то есть если бы этот угол был равен нулю, Солнце одинаково бы светило на оба полушария А значит, вблизи полюсов жизнь не могла бы более существовать, как это есть на сегодняшний день Не было бы никаких сезонов, а в среднем было бы намного холоднее На экваторе, наоборот, было бы намного жарче, чем сегодня Если наклонить ось вращения Земли более чем на 23 градуса, больше не будет ни дня, ни ночи Потому что при этом Солнце будет освещать только одну часть Земли, и там всегда будет день На противоположной стороне будет всегда темно, и это приведет к серьезному перепаду температур Жизнь могла бы существовать только в определенных участках поверхности При этом из-за громадного перепада температур в атмосфере регулярно бы возникали гигантские смерчи Если бы Земля вращалась вокруг Солнца одна, ее ось вращения была бы очень чувствительной Но, к счастью, это не так Вокруг Земли вращается ее спутник — Луна Луна крайне важна для стабилизации земной оси, которая слегка наклонена Если бы Луны не было, Земля начала бы описывать пируэты, и смена сезонов была бы нарушена Если бы Луна была ближе, вращение Земли замедлилось бы А это привело бы к увеличению продолжительности суток Было бы не очень комфортно, если бы день длился, скажем, один месяц Не только Луна, но и Юпитер существенно влияет на Землю Юпитер примерно в тысячу раз больше и в двести раз тяжелее Земли Благодаря своей громадной массе он притягивает к себе кометы и другие небесные тела Которые вторгаются из-за пределов Солнечной системы и движутся по направлению к Земле Юпитер предотвращает возможное столкновение с этими объектами Для Земли он играет роль защитного барьера Но опасность исходит не только из-за пределов Солнечной системы Опасным является и само Солнце Хотя оно и обеспечивает необходимый нам приток энергии, тепла и света С другой стороны, его излучение содержит чрезвычайно вредные для жизни составляющие К примеру, так называемый солнечный ветер, который состоит из заряженных частиц Не вредит нам только лишь благодаря тому, что магнитное поле Земли заставляет его отклониться Потому частицы солнечного ветра входят в земную атмосферу в районе магнитных полюсов Земли Молекулы в воздухе возбуждаются солнечным ветром и начинают люминисцировать Это явление известно как северное полярное сияние Если магнитное поле Земли ослабеет, то исчезнет и наша защита от космической радиации Эти частицы, заряженные протоны, которые летят к нам из космоса, отклоняются магнитным полем Так что мы закрыты от вредного воздействия как щитом Если же его не будет, тогда фон природной радиации на Земле существенно вырастет Еще одним фактором, который делает жизнь человека на Земле возможной, является наличие атмосферы На самом деле некоторые другие планеты и их луны также имеют атмосферу Однако обычно она слишком тонка для того, чтобы могла возникнуть какая-то жизнь Среди важных компонентов земной атмосферы — кислород, объем которого составляет более 20% Такая высокая его концентрация необходима для формирования озонового слоя вокруг нашей планеты Который защищает ее от вредного ультрафиолетового излучения Так или иначе, жизнь на Земле существенно зависит и от вида электромагнитных волн, которые достигают ее поверхности Органическая жизнь существует в узком интервале видимого и инфракрасного диапазона электромагнитного спектра Это жизненно важно для осуществления фотосинтеза в растениях Соответствующие биомолекулы в них могут поглощать свет в инфракрасном и видимом диапазонах и преобразовывать его Удивительно, но максимум интенсивности солнечного излучения приходится именно на этот диапазон частот Все эти наблюдения в сумме приводят к единственному выводу Множество факторов, влияющих на возможность существования жизни на Земле Совершенно неожиданно оказываются правильно подобранными и удивительно хорошо настроенными Сюда относятся взаимное расположение Солнца и планет, а также производные от этого параметры Энергетический и световой баланс, агрегатное состояние воды Для жизни организмов на Земле существуют уникальные для нашей Вселенной условия Очевидно, что наша Земля уникальна Чтобы возникла жизнь, нужен правильный набор химических элементов Нужны соответствующие физические условия На нашей Земле они есть Потому мы и говорим, что наша планета уникальна Сегодня мы не можем утверждать, что аналогов ей во Вселенной нет Но находясь здесь, на Земле, и размышляя над этим вопросом Мы не можем и просто проигнорировать тот факт, что здесь, в этой части Вселенной, есть что-то очень необычное Ученые соглашаются, наша Земля — уникальное место даже в масштабах Вселенной И так же, как и раньше, люди продолжают задаваться вопросом Есть ли разумная жизнь на других планетах? Я не думаю, что мы знаем достаточно, чтобы утверждать, что таких условий, как на Земле, нет во Вселенной нигде Ведь есть просто невообразимое количество звезд и галактик И мы не знаем, сколько у них есть планет Планеты малы, их тяжело обнаружить А когда они еще к тому же и далеко, с учетом наших измерительных возможностей, все сильно усложняется Я думаю, мы все еще очень мало знаем В любом случае, астрономические наблюдения дают нам новое понимание многих вещей И это при том, что исследование экзопланет началось немногим более 20 лет назад На сегодняшний день известно более 500 планетных систем, похожих на нашу Естественно, это вызывает вопрос Есть ли в них вторая такая же Земля? Можем ли мы найти другую планету на правильном расстоянии И на которой существуют все условия для жизни организмов? Для науки, особенно планетной астрономии, ответ на этот вопрос стоит миллиарды долларов Для нас очень важен ответ на этот вопрос Есть ли на других планетах разумная жизнь, хотя бы временно существовавшая? И на этот вопрос мы не можем ответить Он важен для понимания нами самих себя Сейчас в воздухе витает чувство, что мы не одни во Вселенной Телескопы, такие как телескоп Хаббл, делают потрясающие открытия, передавая на Землю поразительные фотографии К концу 2011 года было открыто более 700 экзопланет Но ни одна из них не была как Земля Есть ли еще населенные планеты? Или же мы одни во Вселенной? Есть ли внеземная жизнь? И если есть, можем ли мы общаться с ее представителями? Главная проблема в таком общении — граничная скорость распространения сигнала, равная скорости света Это означает, что даже если мы найдем планету с подходящими для органической жизни условиями Даже наличием воды, все, что нам останется, это просто знать о ее существовании Ведь если мы захотим послать сообщение, нам придется ждать ответа не менее 500 лет Даже в том случае, если мы пошлем его на ближайшую потенциально заселенную планету И даже это тяжело себе представить при современном уровне развития техники Похоже, что это просто невозможно Можно сказать, что во Вселенной есть множество возможностей для наличия жизни Ведь в ней содержится столько звезд И, наверное, примерно столько же планет Потому мы можем говорить о секстиллионах вариантов То есть 10 в 21 степени И, конечно, это достаточно много Но насколько сильные накладываются при этом ограничения? Могу сказать, что среди почти тысячи известных нам сегодня экзопланет Нет ни одной, на которой могла бы существовать жизнь Это однозначно Они непригодны для жизни, и они совсем не земного типа Таким образом, есть множество вариантов Но вероятность все равно остается низкой Количественно оценить вероятность наличия жизни, подобной нашей Где-то во Вселенной, не представляется возможным И кажется, что это просто невероятно Отсюда плавно вытекает вопрос Кто мы, и что такого уникального есть в нашей Земле? Вне всякого сомнения, Земля — невероятно удивительная планета До сих пор мы не знаем ни одного небесного тела, на котором может существовать жизнь Ведь для этого должен быть четко выдержан целый ряд параметров Почему наша Вселенная соответствует этим условиям И почему Земля удовлетворяет всем им? Это всего лишь случайное совпадение Или можно сделать вывод, что изначально был некий план Который учитывал наличие такого множества факторов космического и земного масштабов Во-первых, факт так называемой тонкой настройки Вселенной Отмечен самыми разными учеными Есть масса литературы по этому поводу Множество людей восхищаются этим Вопрос такой Можем ли мы понять это каким-то образом и объяснить? Можем ли найти более глубокую причину и объяснение этому? И так получается, что все попытки истолковать тонкую настройку Вселенной Понять ее за пределами естественных наук Обязательно приводят к пониманию жизненно важной роли Вашего мировоззрения и ваших установок Мне кажется, что это изумительно Иногда об этом говорят, но часто это остается за кадром Для меня удивительно видеть взаимосвязь между мотивами и мировоззрением человека И той интерпретацией, которой он придерживается Предполагает ли понятие предназначения человека и его судьбы Более глубокое понимание? Или нет? Является ли жизнь человека запланированной? Или же она продукт случайных процессов? Профессор физики Барбара Дроссель Проводит четкий водораздел между научным приближением к этому вопросу И ее собственным мировоззрением В рамках научного мировоззрения говорю так Как ученый, я не могу пойти дальше этого вопроса Я просто принимаю это как данность, как факт И на основании этого я провожу мои научные исследования На вопрос, почему все так, наука не может дать ответа То есть это данность, которую мне следует принять И за пределы которой я не могу заглянуть Одна из интерпретаций гласит Это все случайно Нам просто повезло Всегда есть кто-то, кто выигрывает лотерею И на этот раз повезло нам Что все фундаментальные константы природы Именно такие, что мы можем существовать По моему мнению, в этом случае Нужно обязательно сказать, что под словом случайно Мы говорим о том, чего не знаем То есть слово случайно здесь не имеет никакого глубокого значения Это временная категория, которую следует заменить другой Более глубокой и правдоподобной Но какое может быть альтернативное объяснение? Утверждение, что такая удивительно тонкая настройка Вселенной Это совпадение обстоятельств Кажется не слишком удовлетворительным Если мы сталкиваемся с такими особыми условиями Которые просто невероятны То либо наша Вселенная является единственной Либо есть еще и другие Вселенные с другими условиями Это называется теория мультивселенной Она утверждает, что наша Вселенная всего лишь одна Среди целого множества И только в ней имеется столь хорошее условие Вот вам одно из возможных объяснений Теория мультивселенной подразумевает, что существует множество Может, бесконечное количество Вселенной Среди ученых нет единого мнения по поводу мультивселенной Некоторые говорят, что внешних доказательств существования мультивселенной Просто и не может быть Что другие Вселенные нам просто недоступны Гипотеза множественных Вселенных, которые формируются и исчезают Не поддается проверке Экспериментальные свидетельства отсутствуют Вопрос о механизме их происхождения остается открытым Так же, как и вопрос о тонкой настройке Наука достигла своего предела По мнению физика и теолога профессора Алистера Макграта Тонкая настройка Вселенной может быть истолкована совсем иначе Есть интересная точка зрения, согласно которой Тонкая настройка Вселенной ведет к наличию того, кто ее настраивал А именно, что есть что-то над всей Вселенной И это не просто случайность космических масштабов Но разумный замысел Творца, Бога Иными словами, глядя на тонкую настройку Вселенной Мы не просто смотрим на Вселенную саму по себе Но на того, кто был ее создателем Можно сказать, что есть некто, кто все сотворил именно таким образом Так что все оказалось правильно настроенным Что этот некто намеренно создал все законы и все условия так, чтобы мы могли жить на Земле Для профессора Хегеля эта интерпретация тонкой настройки не противоречит правилам логики Наоборот Если честно посмотреть на тонкую настройку Можно предположить, что действительно Кто-то мог нажать все кнопки так, чтобы все фундаментальные константы Приняли те значения, которые необходимы И исходя из этого, мы можем назвать такой процесс конструированием Это и привело к появлению нашей Вселенной Для меня лучшим вариантом кажется не просто задавать вопрос, что это доказывает Но лучше задать вопрос совершенно другого качества Как мы должны смотреть на мир, чтобы понять то, что наблюдаем Какое представление о мире более всего соответствует тому, что мы в нем видим Какая теория описывает все лучшим образом Конечно, мы не можем ее доказать Но если теория описывает наблюдаемое, то в ней есть смысл Что же было прежде Большого Взрыва? Как Вселенная начала быть? Какое значение тонкой настройки для нашей Вселенной и для нашей Земли? Это всего лишь невероятное совпадение или шедевр разумного создателя? Наука не может дать ответ на эти вопросы Но для нашей личной жизни эти вопросы имеют первостепенное значение Наша Вселенная восхитительна Земля уникальна Является ли человек всего лишь незначительным существом В неведомой бесконечности расширяющихся Вселенных Или же мы сотворены по подобию гениального Творца и Бога? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok